Здравствуйте! Это Актуальное интервью и я, Светлана Балеева. Сегодня мы поговорим с главой района Жумартом Абельмановым. Здравствуйте, Жумар Жакшилкович. Прошло чуть больше двух месяцев со дня избрания вас главой Ленского района. Если сравнить ваши намерения до выборов и сейчас, насколько они изменились? Да нет, как не могут поменяться фактически. Это же, в любом случае, был план на ближайшие пять лет. Все, как планировал, все, как намечалось, это все будет отрабатываться. Думаю, нет, ничего поменялось. Я желание работать, улучшить жизнь в районе, чтобы люди почувствовали изменения. На самом деле, это самое главное. Я думаю, ничего не поменялось, все осталось, как планировалось. Скажите, удалось ли сейчас сформировать команду единомышленников? И кто остался в администрации из прежнего состава? Ну, это вообще, значит, норма во всем мире, во всех крупных городах. С приходом новой власти приходит новая команда. Да, это нормальное явление. Это, скажем, у меня на сегодняшний день, как я заявлял в своей предупрежденной компании, что именно первый зам, и все поменяются. На сегодняшний день уволен зам по экономике и инвестиции Калмазан Валентин Андреевич. На его место сегодня принят перспективный молодой человек, Черепанов Алексей Вячеславович. На самом деле, толковый, умный. Я думаю, что, в принципе, толк будет с человечка. Ну, соответственно, променялся начальник его. Ну, начальник спорткомитета, поменял спорткомитет, руководителя поменяли. В дальнейшем, то, что сегодняшний, как я объяснял, сегодня есть отделы, есть сподкомитеты. Ну, кто на земле, мы будем делать аналитику, проводить, кто как это работает. Значит, люди работают адекватно, зачем их менять? Пусть работают. Разберемся помаленьку. Есть много, ну, много планов, на самом деле. Чтобы эти планы осуществить, нужна команда работающая, думающая, так же, как ты. Ну, я думаю, что это вопрос небольшого времени, команду сформируем. И скажите, вот Ленский район один из немногих в Якутии, где сконцентрирована деятельность сразу нескольких крупных предприятий-нидропользователей. Как строятся отношения с ними? Если судить по аппликациям в СМИ, то кажется, что не очень просто. Значит, мне самому интересно. Сегодня журналисты знают про все, про на все, что мы не знаем, да, по сути говоря. Ну, по крайней мере, когда до того, как стать главой, я был, уходить в малые предприятия, я считаю, что это одно из лучших предприятий в Якутии, да, таких, видно, по качеству работы, по производственному базе, по техническому оснащению. Я все время, я как физическое лицо, по крайней мере, никогда не был связан ни с кем, ни с «Газпромом», ни с «Транснефтью», ни с «Сургутнимфтегазом». Сегодня у нас налажено отношение полностью, нет у нас проблем с «Сургутнимфтегазом», да. Фактически все дела отлажены, все отработано, и только идет у нас процесс нормальных плодоварных отношений. То, что связано с «Газпромом», скажем, или с «Транснефтью», вы знаете, вот я сколько в Ленске живу, да, сегодня я понимаю, что с этим предприятием, с «Транснефтью» отношения, как бы не было, надо находить какое-то решение положительное, все-таки не им, не им, не эти, скажем, напряжения не нужны абсолютно. Сегодня тоже есть вопросы, там, передергивание, в принципе, я знаю, что я тебе сказал, что сегодняшний день, как бы, эти предприятия, они, как бы, государственного статуса, да, они, скажем, госпредприятия, что «Газпром», фактически они должны быть более заинтересованы в социальных отношениях, скажем, в населении, где они работают, какие-то социальные проекты в жизни вытворять. Ну, пока, я скажу, на сегодняшний день, если всех присутствующих на нашей площадке, все-таки «Авроса» – это одно из наших главных предприятий, которые фактически работают, ну, скажем, в основную социальную нагрузку, они слили, не все всегда «Авроса» на нашей площадке, на Ленской, на Минюнской площадке, скажем, если брать Сургут, нефтегаз, хотя это абсолютно, ну, полностью частное предприятие, но они, наверное, все-таки на сегодняшний день более социально ориентированы, чем «Транснефть» и «Газпром», да, на нашей площадке. Если сегодня смотрят Сургут на той площадке, ведь им перейдут, они строят садики, строят школы, строят дома, делают дороги, ну, и реально вкладывают неплохие деньги в социальное развитие района, скажем, на улучшение жизни людей. Со стороны, пока на сегодняшний день, потому что я сколько сам, это не голосован, нахожусь на Ленской площадке, живу здесь давно, со временем вхождения этих компаний, я скажу, лично, люди, не особых таких, от них помощь район не получил, никакой можно, потому что они платят налоги, как они заявляют, платят налоги все, и Сургут, и «Алроса», и все обязаны это делать, и любой частный предприятий, любой частник платит эти налоги. Ну, такие монстры, конечно, они могли бы все-таки что-то сделать для населения, для людей все-таки, ну, побольше, какие-то вложения. Мы сегодня не требуем, чтобы нам давали деньги, да, или там, перечисляли какие-то финансовые средства, ради бога, ребята, построить один, два, три, какие-то социальные объекты, школы, садики, все что угодно, контролируют сами. В этом проблем нету. Ну, посмотрим, будем общаться, разговаривать, как-то находить общий язык, наверное, придется этого делать. Скажите, а каким вы видите решение по проблеме проезда через месторождение? Ну, знаете, это на сегодняшний день, мы понимаем, вот сегодня даже когда-то стал, вот, помните, первый скандал, ведь в начале января, это там, Сургут-Ефтегаз, когда дороги проезды с Мироном возникли, скажем, с провозом типа муки и хлеба. Мы собирались на той площадке, на Витиме, собирали бизнесменов, жителей людей, были представители Сургут-Ефтегаза. На самом деле там, как оказалось, проблем вообще, в принципе, не было. Была проблема отношения, скажем, главы поселка, то есть с предпринимателем, да, из-за чего возникла весь этот казус. По сути говоря, на той площадке, по всем дорогам Сургут-Ефтегаза, вот час налицо, ну, человек просто на своей машине может подъехать, показать паспорт, спокойно проехать, ограничений нет. То, что связано с коммерческими рейсами, там у них была в самом начале договоренность, по сути, она всегда выполнялась с Сургут-Ефтегазом. Тоже проблем никогда не возникало. И в итоге, когда задали вопрос, у кого-то есть претензии наверное, все-таки, наверное, подойти по-другому к этому вопросу. Я не думаю, если бы они, скажем, разрешили бы, скажем, движение по паспортам населению, да, я не думаю, чтобы пошел большой поток объема людей. Ну, сколько раз человек надо съездить в Ленск, или Дуэль, или Светима? Может, раз в полгода. Может, раз в год человек приедет в Ленск, по своим вопросам, он с какими связанными, в больнице, может быть, там, с нотарией, с ОМОН, еще с какими-то делами. Ну, я не думаю, что люди так будут. Вот, если сегодня свободное движение будет, даже если оно будет, ну, такого потока абсолютно не будет, на самом деле. И это даже на это рассчитывание приходится. По поводу комических рейсов, ну, это уже я, за это я не берусь отвечать. Это уже решение Транснефти. Это не моя проблема. Моя проблема сегодня, чтобы договориться, чтобы именно люди, ну, простые жители, если бы мы могли выбраться в Ленск, именно, что связано со здоровьем, с социальными проектами, ну, еще с чем-то дополнительным. Одним из проблемных вопросов является отсутствие хороших дорог. Кто и как будет их строить? Ну, значит, в плане этого года я хочу все-таки, мы хотим все дороги в городе в этом году полностью разойти и сделать. У нас в этом году заложены деньги немаленькие на ремонт дорог. Соответственно, будут торги, будем заводить подрядчиков и отрабатывать. Но в этом году, я думаю, что, надеюсь, в этом году мы все дороги полностью по городу сделаем. Одним из главных пунктов вашей предвыборной программы было снижение жилищно-коммунальных тарифов для населения. За счет чего вы планируете это сделать? Буквально в эти же два дня этот вопрос мы заработаем с экономическим отделом. Я хочу разобраться. Запросили мы сегодня, скажем, в РЭКе, да? Те, скажем, тарифы, которые защищают наши теплоносители, да? Это ЛПТ, ЖКХ, теплоногосервис. Я хочу понять, что у них заложено в одну гитву, скажем, теплоногосервис, то, что нам предъявлять. Какие? Вот сегодня мы хотим разобраться все затраты, которые вложили наши теплоносители. Потом будем разговаривать, что там вложено, что мы из этих затрат, что можем отбить. На самом деле, на сегодняшний день для меня тоже непонятно. У нас, по крайней мере, я же тоже объяснял, сколько раз. Да, на сегодняшний день у нас котельные перешли на газ. Соответственно, больше за это работали котельные на нефти. Да, если мы сегодня берем нефть, затраты большие, перевозки, доставка, сама переработка этой нефти. На самом деле, затрат на дорогое удовольствие было. Перешли на газ, тарифы ни на копейку не поменялись, в принципе. Вот это тоже непонятно. С этим надо тоже разбираться, осмотреть. Сейчас поставлена задача экономистам, сейчас они все расчеты выводят. Сегодняшний день придут тарифы, защищенные, скажем, нашей ЛПТ, ЖКХ, с РЭКа. Мы будем смотреть, что у них заложено в ГИКУ, и тоже будем разбираться, что там лишнего накручено. Скажите, вы пришли к руководству из бизнеса. Как вы охарактеризуете бизнес, климат Ленского района? И какие сферы предпринимательства нужно развивать в первую очередь? Сегодня я проехался по всем поселениям. Я понимаю, сегодня у нас сельхозпроизводство, у нас в упадке, да? Сегодня просто... Я думаю, многих туда же... Интересно было, какое-то деревня приехали, у них, да, сегодня у нас более-менее развито, скажем, коневодство, скажем, ну, потом более-менее еще, скажем, ну, крупный аргадский скот людей живет, а сегодня свиноводство в районе в упадке, в глухом. На самом деле, есть деревни, где-то сегодня все деревни, всего один поселок, сегодня свинья или один поросенок числятся. Я спрашиваю, почему сегодняшний день, вот не держите, ну, не увеличится количество, скажем, поголовье, не увеличится там количество, скажем, ну, тех же свиней, они, говорят, несложно, потому что очень дорогой комбикорм, дорогой сено. Ну, сегодня мы сейчас тоже разрабатываем у себя программу, скажем, оптового закупа, закупа комбикормов для всех наших фермеров, да, по сути говоря, мы понимаем, что хотим все-таки на закупочную, скажем, доставку, в Ленске комбикорм нам, сегодняшний комбикорм стоит от 200, 1200 до 1400 мешок стоит. Мы планируем, что у нас будет комбикорм стоить где-то от 650 до 700 рублей будет стоить, соответственно, мы как бы сегодня удешевим затраты, мы берем очень большие затраты наших сихотпроизводителей. Это первое. Сегодня, чтобы поддержать, сегодняшний день у нас на стол ложатся много писем. Есть люди, которые просят на 49 лет отвезти им сенокосные угодья, начиная поверять, у человека есть, ну, скажем, там, крупный, рогатый, скот, лошади, там нет ничего. Фактически человек просто берется на сенокосные угодья, закатает сено, потом тем же в нашем ферме два дорога перепродает это все. Зачем, когда сегодня сенокосные угодья, я на поле мой готов, лучше выделить фермер, кто реально занимается скотоводством или, скажем, ну, держит фермерское хозяйство, кто разводит коров. Ну, поэтому сегодняшний день эти направления отрабатываем. Это первое. Для меня, это все-таки надо жирноводство, да, в первую очередь. Жирноводство, а сельхозпроизводство, это наши, скажем, овощники, это картошка, капуста. Я всегда говорю, что лес – это наш второй заработок, когда лес в Ленском районе, в будущем. Ленск должен жить за счет леса, за счет переработки леса. А вот в Ленске стоит еще один вопрос о реконструкции молокозавода. Выделены ли необходимые средства и когда заработает предприятие? Мы буквально недавно на сессии района отработали. Мы сегодня были порядка двух лет, наверное, последние два года были очень большие зарплаты по зарплате молокозавода у поселка Ярославска. На сегодняшний день мы эти долги закрыли. Сегодня последние долги закрыли мы молокозаводом. То, что сегодня реконструкция молокозавода предстоит, мы ее не забросим, потому что здесь, как молокозавод, и не будут работать Ленск, потому что сегодняшний день есть у нас оба Томайска, который вполне справляется с этими объемами, да, поставка молока и переработки для района. На базе молокозавода у нас будет большой перерабатывающий цех именно по переработке мясных изделий. Это будет также, скажем, копчености, колбасы, глубокая переработка мясных продуктов. Скажите, чувствуете ли вы поддержку линчан? Все ли населенные пункты посетили? Вы знаете, я ездил с отчетами, и кто со мной ездил, кто раньше ездил на все эти отчеты по поселению, все говорят, что такой аншлаг, у нас почти везде был аншлаг, по всех поселках было очень много людей. Ну, был абсолютно наш флаг. На самом деле, такого уже сто лет не было. То, что люди доверяют, где-то показали выборы, моя задача, все-таки, эти выборы, эти доверия оправлять. Спасибо, Жумар Жексукович, за интересную беседу. А я напоминаю, что это был разговор с главой района. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова